Добрый день, дорогие зрители! Сегодня у нас в гостях известная спортсменка, гордость нашей страны, а также участница нового проекта канала 1 плюс 1 и прибыль о кохании, Яна Клочкова. Здравствуйте всех! Первый вопрос у нас будет традиционный вопрос дня, а затем вопрос от читателей. Вопрос следующий. Хоть за окном еще погода далеко не весенняя, в чем мы сегодня убедились, многие украинцы уже думают, где провести летний отпуск. У нас будет заметка, какие опасности ожидают украинцы на заграничных курортах. И наш вопрос, какие с вами случались неприятности во время отдыха за границей? Случались ли? Вы знаете, когда занималась спортом, в принципе, все было довольно-таки спокойно. У нас все там продумано, наш план мероприятий, когда прилетели, когда в бассейн, когда поселились, поэтому никаких таких каких-то неприятных инцидентов не было. Ну, пока что с малышом еще за границей не летали, поэтому не могу сказать о отдыхе с ребенком, какие могут приставить гадь. Надеюсь, что у нас все будет хорошо. В общем, так вы не можете вспомнить, ничего такого и не было, да? Это хорошо, мне кажется. Вопросы от читателей. Тамара спрашивает. Яна, вы просто шикарно выглядите, стали очень женственной, но видно, что у вас не было опыта общения и правильного поведения с мужчинами. Этот проект помог вам в этом? ПС, вы на флирт-вечеринке выбрали очень самоуверенного человека. Надеюсь, он не причинил вам боли. Спасибо за вопрос. Я не знаю, сложно сказать, почему люди говорят, что это видно по мне. Понятное дело, что у меня есть какой-то опыт, имеется, но не могу сказать, что его совсем нет. Конечно, шоу помогло мне, чтобы у меня этого опыта было больше еще, чем у меня есть. И я, конечно, благодарна проекту, что я там участвовала, что это какой-то новый этап, так сказать, в моей жизни и в отношении с мужчинами, и вообще в отношении, как бы, в моей жизни. Поэтому, почему я выбрала рэбера, да? Но мне показался более всего интереснее, более мне близкий по духу, потому что остальные кандидаты, сложно было с ними найти общий язык, общую тему какую-то. Вообще, так сказать, не зацепили. А он мне показался таким, знаете, во-первых, он не боялся проявить инициативу какую-то, да? Там предложил мне ту же пиццу, в то время как другие участники даже не попытались этого сделать. Поэтому я бы выбрала, да, я не считаю, что самоуверенность – это, как бы, плохо у мужчины, но, как бы, я считаю, что всему нужно знать меру. И если у человека, у него есть свое какое-то внутреннее «я», так сказать, стержень, то это неплохо на самом деле. А что у вас еще общего с этим? Ну, знаете, общего. Вы рассказали, у нас много общего. Он рэпер. Ну, он бывший спортсмен тоже, как я знаю. У нас, может быть, есть какие-то общие знакомые в жизни. Он, как бы, у него музыка есть, которая, в принципе, мне нравится. Да, песни. Поэтому, мне кажется, это уже достаточно бы найти общие, так сказать. Следующий вопрос от Алины. Яна, скажите, чему вы научились на проекте? Или психолог вам помогал разбираться в себе? Конечно, Вадим Колесников очень помогал, так как он был ведущий, давал нам разные советы, так сказать, наставления. И как с мужской стороны объяснял поведение, может быть, какой-то мужчин, да, потому что он, как бы, мужчина и психолог. И давал, ну, вот, какие-то напутственные слова. Ну, и помогал разобраться в тех, как бы, свиданиях, которые у нас были. И я думаю, что это тоже сыграло свое большое значение. Так как просто ведущий, если бы был, я думаю, этого было бы недостаточно. Потому что, когда, ну, происходят такие вот встречи, да, ну, и общение между мужчинами, все равно нужен человек, который в этом разбирается, правильно? Больше, чем, может быть, вы. То есть вы прислушивались к его? Ну, конечно, да. Потому что он видел со своей стороны, что мы, может быть, какую-то, не знаю, какую-то ошибку допустили, что-то, может быть, не то сказали, не то сделали. И, конечно, нам нужно было, так сказать, не то, что одобрение, но наставления какие-то. Чему научились? Чему научились? Ну, конечно, в первую очередь, наверное, может быть, я научилась делать, так сказать, подводить итог и вообще замечать какие-то поведения мужчин, да, какие-то нюансы, которые я раньше, так сказать, на это не обращала внимания. Потому что мне казалось, что это может быть неважным, несерьезным. Ну, и ведь, когда ты смотришь на себя со стороны, когда, ну, вот, какие-то ошибки допускаешь, то понимаешь, что ты учишься на этом. Это, так сказать, как школа такая своеобразная. Ну, например, какие нюансы? Вы, конечно, замечали сейчас обращать? Ну, какие-то, я не знаю, какие-то слова, жесты мужчин, какие-то, ну, его какое-то поведение, какие-то нюансы, которые присутствуют у него там в одежде, я не знаю, его, так сказать, общение вообще людей. Ну, поняли мою мысль. Так, и вот еще один вопрос от Алины. Нужно ли советоваться с подружками? Вам на проекте это помогало? Конечно, помогало. Больше всего я, ну, как, мне близко по духу, это Лена Дунина. Мы с ней, как бы, до проекта были, знали друг друга. И, несмотря на то, что, как бы, она мне старше, у нее уже двое деток, но, тем не менее, нам было очень интересно, и о чем сказать друг другу. У нас разный жизненный опыт, в принципе. Она была долго лет замужем. Но, тем не менее, нам, вот, мы как-то друг друга чувствуем настолько, вот, близко, что, ну, нам было интересно обсуждать какие-то наши, там, вот, свидания те же. Она мне давала советы. И я думаю, что хорошо, когда есть в жизни такой человек, которому можно, как бы, так, ну, позвонить, и он может сказать свое мнение. Потому что, ну, таких людей, понятно, не может быть много. Но, тем не менее, проект закончился, а мы с ней дальше продолжаем общаться и дружить. Далее интересуется Светлана. Яночка, вы с младенчества учите своего сынишку плавать. Видела по телевизору. Скажите, а какой бассейн вы посещаете? Ведь вода должна быть безопасна для ребенка. И вот был у нас еще вопрос, какого возраста лучше всего учить детей плавать? Лучше всего, конечно, с того возраста, ну, с трех недель, как мы начинали. Так как ребенок уже, начинали мы ванны с инструктором тоже. Я, как бы, сама не взялась. Мне было довольно-таки немножко страшно. Но, тем не менее, пару уроков мне показали. Я потом сама уже, как бы, так сказать, обучала. И с трех месяцев мы уже в эссе не начали заниматься. Потому что, почему важно? Потому что вот этот период, когда ребенок еще не потерял рефлекс, который он может длить живое дыхание. Чем старше он становится, потом этот рефлекс проходит. И потом уже ребенка, ну, не так просто, ну, обучить, чтобы он именно нырял. Потому что многие родители, ну, там, считают, это не важно, как бы, не нужно. А потом проходит рефлекс, и все уже. Это когда уже ребенок подрастет, уже тогда его, так сказать, как бы, нужно обучать. Ну, а ходим мы в разные бассейны. В принципе, самое главное, чтобы это был бассейн для деток. Желательно, чтобы там была, ну, теплая вода, хорошая, так сказать. Очень часто вот спрашивают, как бы, что хлорировано, это вредит ребенку. Но, вы знаете, я не могу сказать, что сейчас у нас не все бассейны, как бы, могут ответить, отвечая стандартам высоким, так сказать, там, о зонировании. Ну, сейчас у нас еще таких мало где есть в бассейнах, поэтому, как бы, не надо бояться вот этого хлорирования. И мы занимаемся с трех месяцев, у нас вот никаких проблем. Самое главное, чтобы была теплая вода, чтобы ребенку там нравилось. Влада интересуется, у меня не вопрос, а пожелание. Яна, полюбите себя, вы стали такой хорошенькой, уверенностью в своей красоте, и встретить именно вашего мужчину. Спасибо за такое желание, надеюсь, что так и будет. Далее спрашивает Катруся. Яночка, вы снимаетесь в проекте «1 плюс 1», имея, так сказать, друга. Я о том, с кем вы в последнее время ходите на всевозможные мероприятия. Скажите, зачем тогда вам этот проект, что он вам дал? Ну, я появляюсь с разными мужчинами, как бы, и я понимаю, что мне приписывают, начинают приписывать их сразу же флаклонники, друзья, там, я не знаю, мои женихи. На самом деле, у меня нет, как бы, друга, парня, есть просто много знакомых. Поэтому, ну, не стоит, как бы, сразу, так сказать, вешать ярлык там какой-то, что вот, мол, и... С романтических отношениях сейчас у вас много знакомых нет. Да, нет. Вот мы продолжим эту тему. Елена Муханова. Яночка, как ты решилась на участие в таком проекте? Ведь довольно-таки сложно открываться перед зрителем. Пошел тебе на пользу проект? Конечно, пошел на пользу, как я уже говорила. Конечно, было сложно. Во-первых, то, что все происходило, так сказать, перед камерами, и нужно было быть в какие-то моменты довольно откровенными. Потому что, понятное дело, что тогда бы не получилось никакого разговора, как бы, сложно было вообще представить. Поэтому, это, может быть, какой-то был даже, я не знаю, вызов себе, наверное. Но мы это все благодаря, мы это все делали, эти другие девчонки. Знаю, что мы это делаем, как бы, не только для себя, но и для всех женщин Украины, которые на нашем опыте чему-то научатся, узнают что-то новое. И мы надеемся, что так же, как и нам, это им тоже пойдет на пользу. И мы, так сказать, какие-то, но не тоже. Наш опыт, я думаю, пригодится всем. Что еще было самым сложным? Самым сложным, ну, я же говорю, что, наверное, самое сложное, то, что стояли камеры, ну, вот я же говорю, именно сложно было, ну, как бы, понятно, где мы забывали про них в какой-то момент и общались уже нормально, но в то же время пойти на контакт с человеком, которым ты первый раз видишь, так сказать, и неизвестно вообще, как дальше сложится, что, но тем не менее, ну, вот это все, наверное, основное это то, что камеры были. А долго соглашались, долго принимали решение пойти участвовать в шоу? Не могу сказать, что долго. Размышляли, конечно, как это может в дальнейшем повлиять, может быть, на какие-то мои, там, мою судьбу, да? Но, тем не менее, как бы подумали, что все равно согласились. Вот у нас еще Елена пишет, так, так, так. Размышляли ли над участием, как это может в дальнейшем повлиять... Так, сейчас найду. Пошел ли проект на пользу? Может, уже и поняла, в чем были твои ошибки при знакомстве с противоположным полом? Ну, конечно, пошел на пользу, так как, я же говорю, что я... Это для меня опыт был. Я думаю, что безусловно, это не может просто так пройти мимо моей жизни, как будто этого и не было. Я говорю, что я теперь стала более, так сказать... Ну, не то, что я изменилась, а это изменило мое отношение, так сказать, к мужчинам. Проект изменил отношение к мужчинам, да? Ну, конечно, да. Это же, как бы, и задача была такая, что... Ну, я думаю, что это была главная цель, и она, так сказать, я ее, как бы, достигла в своей части. А как вы изменились? Вот вы стали более мягкой, что ли, более открытой к мужчинам? Да нет, это я... Самое главное, говорю, что нет, наоборот, я стала, может быть, не такая открытая, как я была раньше в мужчинах, да? Я буду... Да, я смотрела больше, как сказать, на внешность, да? Ну, как бы, понятное дело, что женщины, как бы, любят ушами и глазами, но теперь я буду обращать больше внимания на поступки мужчин, на то, как... Во-первых, так как у меня сыночек, как мужчина относится к маму-ребенку, так как это тоже для меня, как бы, стоит на первом месте. Не только, как бы, как мужчина будет относиться ко мне, как к женщине, но это тоже играет большую роль, так как он... его, не знаю, его поступки, его действия, так как... Раньше то, что было, это так. Больше позволяло любить себя, как бы, наоборот, то, что я любила, а не позволяло, может быть, себя любить. Теперь хочется, чтобы было наоборот, мужчина, как сказать... Хочется всегда себя почувствовать, ну, не знаю, может быть, слабой, как и... нестись на себе, на своих плечах. Так, еще несколько вопросов от Елены. В проекте вместе с тобой участвуют еще знаменитые женщины. С кем из них у тебя самые теплые, дружеские отношения? Ну, вот я уже говорила, что Лена Дунина, хоть она не такая известна, как другие девчонки, но, тем не менее, очень хороший человек, и надеюсь, что мы еще будем дожить долго, и наша дружба, так сказать, еще больше окрепнет после этого проекта. Как ты думаешь, в чем причина неудач на личном фронте участниц проекта? Это мы можем не видеть себя, а ведь со стороны все же виднее, может, кто-то из них слишком высокомерен или, наоборот, стеснителен? Вы знаете, мне сложно следить как бы о других людях. Я могу сказать, что эти все женщины состоявшиеся самое главное, и, понимаете, что иногда мужчины, как я уже говорила, часто очень, что боятся сильных женщин, думают, что с ними сложно как-то, может быть, с ними построить отношения какие-то, но, тем не менее, все мы такие же, несмотря на то, что мы известны, но, тем не менее, мы такие же, как все женщины, у нас те же какие-то проблемы, какие-то, я не знаю, дела, какие-то заботы, ну, в чем их причина? Может быть, то, что они на виду и то, что к ним приковано внимание, зачастую это тоже играет большую роль, то, что человек известен, да, и известен, ну, к нему все присматриваются, его любой шаг, любая ошибка какая-то, это, ну, видеть люди со стороны и как-то оценивать, да, делать какие-то свои выводы. Может быть, как бы в этом, я не знаю, то, что они вот у всех на виду. Еще вопрос от Елены. Женщина готова на все ради мужчины, если она его родила. А ты можешь сказать, что готова на все не только ради своего сынишня, допустим, ради любимого человека? Хороший вопрос. Думаю, что, знаете, мне почему-то кажется, что мужчина, как бы, должен быть готов ради всего, ради женщины. Но я не могу сказать, что еще нет такого мужчины, ради которого бы я готова была на все. Я не могу сказать, что я смогу ради него все. Потому что таких отношений, еще в моей жизни не было. Возможно, они появятся когда-то. Хочется, конечно, чтобы были, знаете, не просто вот любовь, да, вот говорят, химия, а это какие-то действительно, я знаю, может быть, уступки, поступки, ради чего ты можешь пойти как бы ради другого человека. Вот, кажется, самое главное, ну вот, на данный момент как бы я не готова сказать. А как Вы относитесь, вот в этом проекте наоборот, мужчины сражаются за своих дамок, да? А как Вы относитесь к проекту к тому же холостяку, когда 25 девушек сражаются за одного самца, так называют. Мне сложно как бы говорить о этих холостях, так как у нас тут совсем другая ситуация. Вы знаете, мне почему-то кажется, что там у девушки в таком более показывается, может быть, в другом свете, да? И я, это мое личное мнение, что это не всегда хорошо, потому что Вы понимаете, в такой обстановке, когда столько женщин, во-первых, которые дерутся, ну, появляется как бы, может быть, какая-то неискренность, нечестность, и девочки не показывают какие-то своих лучших качеств, мне почему-то кажется, а вот выносятся все, так сказать, все сущности, которые присутствуют в них. И зачастую, может быть, мужчине трудно разглядеть настоящие искренние качества, как бы, этой девушки, потому что у них, как бы, не цели заинтересовать, да, мужчину, так сказать, какие-то разборки между собой. И, конечно, это мое мнение. И, я понимаю, они в такой ситуации, наверное, не смогли бы принять участие? Наверное, нет. Не смогла бы, мой характер, наверное, немножко другой. Все-таки, я привыкла бороться, привыкла, что, как бы, за меня борется, а не я за мужчину. Далее вопрос от Катерины. Яна, как вам роль мамы? Нравится вам это? С какими трудностями сталкивались по этому вопросу? Ну, после спорта, когда я закончила карьеру, я себя очень, самое главное, чувствую, так сказать, органично, да, в этой роли. И, это действительно то, что мне было, наверное, необходимо в моей жизни, так как, я и так, в принципе, была ответственная, еще так, но сейчас еще появился маленький, так сказать, мой сыночек, за который нужно нанести ответственность. И те качества, которые мне привезли в спорте, действительно, тут, они мне помогают. И вся моя сейчас дальнейшая жизнь связана, ну, как бы, не только с материнством, но это, так сказать, моё основное, так сказать, направление. И я очень люблю общаться с другими мамочками. И создала на базе фейсбука клуб активных мамочек, которые общаются, делятся своими какими-то секретами, опытом. и мы встречаемся, так сказать, не только в интернете, в социальной сети, но мы встречаемся, так сказать, наяву, проводим интересные встречи, мероприятия. И мне кажется, что это то, что необходимо маме, да, в данной, сейчас наше время, так как быт, то, что они очень много времени проводят дома, с ребёнком. Для них такие встречи это как глоток свежего воздуха. И я, как бы, комфортно себя чувствую, мне вот, действительно, это то, что мне интересно. То есть, вы ведёте такой активный образ жизни, чем молодой мамой. Ну да, я не знаю, почему, но так получилось, что мне, ну как бы, это действительно то, что мне очень хочется делать, то, что у меня, чему лежит душа. И это не только, это касается здорового образа жизни, развития, раннего развития ребёнка, это касается питания, и каких-то там моментов, связанных с воспитанием. И я часто вот, там мастер-классы провожу, участвую, готовлю, там, рассказываю, что полезно, что деткам кушать. А как вас можно найти на Фейсбуке? Можно найти на моей страничке, там есть как бы ссылка внизу, к клубу клинных мамочек, так называется. Можно зайти туда с моей имена как бы на страничке официально. Приглашаю всех. Мам, нас интересно. Далее пишет нам Ксюша. Яна, здравствуйте, хочу спросить, почему вы выбрали на первом свидании именно Алексея? Вам понравилось или надо было что-то выбирать? Я уже отвечала на этот вопрос, как бы уже сказала. Повторяю все. Игорь, Яночка, на что вы в первую очередь обращаете внимание у мужчины? Что вам важно, внешний вид, раззанятие или что-то другое? Ой, сложно так сказать, но что? Мне кажется, что в процессе беседы я понимаю, есть интересно нам или нет с человеком. Его взгляды на жизнь, его отношения, к тому же к здоровому образу жизни, его вообще ведение жизни, отношения к детям, может быть, какие-то моменты, которые... Знаете, внешность, я же говорю, может быть, после этого проекта я, кстати, думаю, что внешность далеко не играет, что это не всегда главное отношение людей. и... я же говорю, что основные такие вот... То есть уже на внешний вид особо не обстоятельно, да? Да. Все-таки важно, что в голове у человека. безусловно. А, чувство юмора еще, вот, немаловажно для меня. Очень это... Далее спрашивает у нас Таня. Здравствуйте, Яна. А какая у вас мечта? Может ли она существиться? И какие планы на будущее? Спасибо за ответ. Удачи вам. Знаете, мечта может быть, это... Много разных, конечно, человека есть, так сказать, мечты. Может быть, одна из мечт, это открыть свою школу плавания, которой, как бы, так до сих пор и нет. Надеюсь, что в дальнейшем все-таки осуществится эта мечта. и в Киеве появится наконец-то. А что, не хватает денег, либо не хватает денег? Да нет, времени не хватает. Как бы, есть уже желание, есть, может быть, даже, ну, как бы, люди, которые готовы помочь этому существоваться, но я же говорю, что пока что вот разных таких каких-то вот проектов там, еще что-то связано. Но мы все равно к этому придем обязательно. Я думаю, что, может быть, даже в этом году это будет. Почему мы согласились на участие в проекте? Отвечали. Дмитрий, Яна, Вы очень интересная девушка. Вам часто говорят комплименты? Какой из них был самым неожиданным? Спасибо за вопрос. Конечно, любая девушка любит комплименты, я не исключение. Но, знаете, тоже комплименты могут быть разные. Можно, сказать, какие-то банальные комплименты там, не знаю, в красивых глазах на зиму, руки, но, мне как бы нравится, когда человек замечает чувство юмора и самое главное, может быть, улыбку, потому что, это моя такая, ненавишка. А какой самый нелепый комплимент? Может, не помню. Самый слепый? Ой, не знаю, может быть, какие-то комплименты, касающиеся, не знаю, хорошо плаваете, или что-то такое. Типа, потому что, я не знаю, у вас красивые плечи. Всякое было. Всякое было.